всем огромный привет добро пожаловать на мой канал и сегодня будет видео такое собирайся со мной я покажу свой ежедневный макияж вы у меня о нем спрашивали и ну в принципе ничего сложного такого я не делаю опять же повторюсь я не визажист и на это не претендую я просто человек который вот я не знаю обычно девушка женщина которая красится и которые какие-то может быть моменты как многие наверное из вас кто любит макияж брали у других блогеров да я также смотрю и каких-то визажистов и просто и в инстаграме там в общем везде везде что-нибудь досмотрю и беру себе на заметку но сегодня такой обычный мой макияж который я делаю вот когда я куда-то тороплюсь наверное даже никогда куда-то тороплюсь когда мне нужно быстренько собраться и побежать и ни о чем не думать грубо говоря и в такие дни я делаю губы у меня более яркие глаза менее яркие вот так вот хотя я обычно в макияжах люблю наоборот ну и плюс немножечко пока делаю макияж быстренько с вами поболтаю значит я нанесла свой уход уход от айзенберг я вам его уже показывала своих приобретениях поверх и кстати я когда наношу уход я даю немножко ему ну наверное впитаться можно так выразиться то есть я делаю макияж спустя ну как минимум минут пять после того как нанесла уход значит сейчас я буду наносить и вот это свою тональную основу от estee lauder double wear у меня в оттенке даже не знаю вот есть написано 3 что мне не хочет фокусироваться 3 из 2 и был наверно так правильно у меня это миниатюрка которая вот никак не хочет заканчиваться самом деле я ее хочу уже добить и не пользоваться ею в общем значит наношу вот эта кисточка свою любимую от бобби браун она мне очень очень нравится и наношу я вначале на руку потом кисти уже набираю значит я наношу тональную основу по крайней мере вот эту так как она имеет достаточно плотное покрытие я такое не люблю поэтому я беру ее совсем немного и наношу в основном на центр и уже распределяю вот вот так значит почему я наношу на центр вы даже сейчас на камеру но не сильно заметно у меня всегда краснеет зимой вот эта часть и чтобы это скрыть я наношу тональную основу и пока буду наносить то есть в основу видите я вот на эту часть наношу как раз я буду смотреть вниз у меня внизу стоит зеркало значит по поводу ухода от айзенберг меня спрашивают я не показываю его сейчас то есть о нем сейчас ничего не говорю потому что другое зеркало потому что не потому что он мне не понравился а я бы даже сказала наоборот он мне очень сильно понравился но я боюсь что спустя какое-то время мне перестанет нравиться вот на то есть причина которых я расскажу и вообще я не знаю как у вас но у меня кстати добавлю еще немножечко частенько такое бывает что знаете покупаешь какой-то новый продукт он дико 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 нравится и потом понимаешь что но нет что то что то и тут не так да и как бы вот поэтому я о нем сейчас не хочу рассказывать то есть эти основной я наношу как бы на центр и потом уже распределяю также немножко на ушки и уже растушевывать сюда вниз на шею вот поэтому на принципе не сильно она изменилась вот он вот эта тональная основа на очень плотная и незаметная на коже то есть если вам нужно хорошо что-то перекрыть как бы выровнять там не знаю какие-то неровности на лице или еще что то то она очень хорошо подойдет она не подчеркивает никакие слушение ничего такого вообще мне кажется для любой кожи для жирной для нормальный не знаю по крайней мере видела обзоры девочек кто имеет жирную кожу на эту тональную основу и им она тоже очень-очень нравилась вообще я кстати от макияж дело достаточно быстро но так как я болтаю наверно буду менее быстро это делать то есть вот так немного выровняли и когда наше тональную основу то есть краснота у меня уже не так явно будет заметно да и на губы я сейчас нанесла кстати свою новинку блистекс я вам показывала купила в ленте прикольно мне нравится очень хорошо лечит губы они мне немножко здесь потрескались я вчера на ночь нанесла и сегодня встала уже практически все зажило и но классно то есть мне действительно понравилось очень хорошее средство дальше от глазки и тут у меня кубаки пятнышки после высыпания остались я буду наносить вот этот вот силер от estee lauder который тоже у меня все пытается закончиться и так они заканчиваются и также буду распределять той же кисточкой и меня кстати также спрашивали по поводу арафлюида понравилось мне или нет эти продукты да мне очень сильно понравились особенности вот это масло это вообще просто нечто какое-то это даже не масло это написано эликсир но она по своей консистенции именно идет как масло вот очень очень понравились и масло и маски но честно говоря если у вас тонк тонкие волосы то будет очень сильно утяжелять потому что масло такое достаточно серьезно и так все это дело нанесли и теперь я буду наносить свой хайлайтер от dior очень он мне нравится но я его наношу совсем совсем чуть-чуть не припудривает анальную основу просто вот так вот сверху мне так нравится больше так получается как более естественнее что ли над верхней губой как как всегда здесь на подбородочек я наношу и сюда на скулы чуть-чуть на носик и в уголочек глаза тоже буквально немножко и конечно же под бровь так же кстати насчет моих бровей я их вообще никак ничем не крашу они у меня от природы вот такие черные и натуральный мой цвет волос темно-каштановый то есть брови мои темнее чем волосы это так у меня кстати всегда было так наносим и теперь также на не припудранную тональную основу я буду делать небольшую коррекцию вот этой палеткой рекомендую ли я эту палетку нет потому что вот это бесполезный оттенок вот этот бесполезный оттенок его только в качестве тени я иногда использую и все но сам корректор мне очень нравится корректор это наверное называется я его буквально тоже немного хорошенечко растушевываю вот эта кистью от реал техник это 301 номер вот и я все это хорошо хорошенечко распределяю вот так что если у вас тонкие волосы то я не рекомендую я например использовала три раза подряд вот эти средства шампунь от орафлюида да я возвращаюсь к этой теме шампунь бальзам и вот этот эликсир и у меня стали быстро пачкаться волосы поэтому я теперь использую между между какими-нибудь ну то есть через раз или через два раза даже использую и тогда эффект просто классно но у меня волосы поврежденные я уже об этом говорила поэтому вот поэтому мне очень подходит это марка прям просто класс вот такую совсем легенькую коррекцию я делаю немножечко еще сюда добавлю совсем совсем чуть-чуть дальше я буду заниматься бровями обычно я просто беру у меня я его показывал уже до fix color от релуи не особо он не нравится честно признаюсь я вот он закончится буду приобретать себе другое средство я просто прочесываю брови которые как я уже сказала я никак не крашивают они такие какие есть и раньше они были еще гуще ну когда совсем молоденько было на таких так как тогда была мода на такие тоненькие брови то вот тогда я кстати была анти трендом я бы сказала это сейчас модно на мода идет на такие брови да там густые натуральные так далее раньше такого не было поэтому я их как и все выщипывал и конечно сейчас они уже менее густые но раньше прям очень сильно были густые но здесь вот у меня не сходятся брови на чем спасибо это было бы совсем вот мне не нравится то что не очень хорошо фиксирует и немножко пачкает кожу вокруг брови что чувствуешь затяну видео с бровями все я их просто вот укладываю как они есть и все на этом дальше я беру свою любимую палетку некий 3 обожаю ее но закончится не повторю мне уже один оттенок закончился здесь уже такие ямочки практически во всех цветах я не использую только вот этот цвет почему-то как-то он мне не очень не повторю просто потому что она мне немножечко под надоело честно признаюсь я беру такую пушистую кисточку обычно и набираю вот этот оттенок вот такой он ну как он такой немножко серо-фиолетовый что ли я не знаю ну такой с розовин когда вся эта палетка набираю чуть-чуть и наношу просто на складку века наношу тоже немного хорошенечко распределяю и немножечко я вот этот оттенок завожу вот сюда то есть в уголочек делаю как бы то есть может сказать затемняю уголок внешний угол глаза но еще раз повторюсь я не визажист поэтому поэтому на вот таким образом потом я беру вот такую кисточку бочонок и набираю самый темный оттенок вот здесь такой холодно-коричневый и наношу на нижнее веко и чуть-чуть захожу также на как межресничное наверное пространство то есть вдоль ресничек еще немножечко тоже прокрашиваю это же кисточка получается просто такое затемнение на хорошо как растушевывает буквально вот так вот немножко я делаю так дальше я беру вот из этой же палетки которая идет для контурирования как раз таки вот этот оттенок и беру абсолютно любую кисть какая есть я возьму такую и наношу уже на внутренний угол глаза вот таким образом я оформляю глазки и теперь беру тушь вот этот буржуа я тоже показывала которую купила не очень нравится я бы даже сказал не нравится скорее чем нравится ну да ладно используем и она здесь вот так вот двигается делается поменьше и побольше вот частью которая побольше я крашу верхние реснички частью которая поменьше я крашу нижние реснички итак вот я накрасила глазки это принципе был тот макияж которым вы спрашивали вроде бы он на самом деле у меня одинаково редко когда получается у меня всегда все как-то по настроению и непонятно как и и теперь я буду все это дело свое припудривать метеоритами от герлен который мне очень сильно нравится и я не могу без них больше жить потому что мне не нужна как таковая пудра но с этими метеоритами кожа выглядит более здоровой более свежей более я не знаю молодой но это на самом деле не сильно заметно это заметно больше как-то издалека что ли на камеру как-то вот ну мне действительно очень-очень нравится метеорит и я на шут этой кисточкой утреал техник это у меня оригинальные кисти сотка под глаза сильная много не наношу так как у меня там достаточно сухая область и попутно я кстати растушевываю коррекцию которые делала я делаю такую не ну в общем не люблю когда сильно заметно на лице на таком макияж без макияжа на вот так вот я слегка все это дело припудриваю обязательно шейку мушки вот так вот и дальше румяна у меня вот такие от lancome я тут пыталась найти номер этих румян но когда я их приобретала я приобретал их давно честно признаюсь это было тоже какая-то вроде бы лимитка или линейка которую снимали с производства что-то в этом духе купила я ее более чем за 50 процентов скидки было поэтому я думаю именно именно вот этих вы не найдете но похоже оттенок есть много где мне кажется много где ну классно мне нравятся эти румяшки и наношу их вот такой большой кистью от реал техникс блажь брашина называется буквально чуть-чуть вот этим острием я вот сюда касаюсь и уже распределяю на щечки таким тоже делаю легеньким эти то есть я румяна вообще обожаю то есть видите насколько как бы когда румяшки наносишь кажется такой свеженькой сразу отдохнувши на поэтому мне очень-очень нравится вот таким вот образом и я сейчас хочу нанести помаду мне одна девушка попросила показать как она будет смотреться на мне это вот это nyx матовая линейка в оттенке mls 11 я почему-то сегодня фокус не очень хорошо работает в общем я нанесу я использую обычно без карандаша просто аккуратненько наношу на губы это матовая помада она не сушит губы но я наношу я всегда на бальзам то есть я вначале сейчас использовала бальзам и сверху вот эту помаду вот так вот она на мне выглядит на самом деле камера не совсем ее передает я могу сказать что она более фиолетовая я вам еще потом выйду на улицу покажу вам макияж при дневном свете потому что здесь искусственное освещение я думаю что из-за этого камера не не так хорошо передает она кажется красноватой на самом деле она реально фиолетовая то есть она такой фиолетовый оттенок дает в общем я покажу вот так вот выглядит при дневном свете мой макияж но помада все равно не совсем так вот она все равно такая на камеру более красная мне кажется но так вот мне кажется более похоже для меня это носибельный макияж принципе неплохой как вам напишите вот такой вот мой в принципе ежедневный макияж чаще всего с подобным макияжем могут отличаться просто оттенки на глазах какие-то помада какая-то другая может быть но в принципе в основном вот с таким макияжем я хожу и это мой такой дневной ежедневный макияж можно так выразиться по поводу волос я не свои волосы вообще никак не укладываю также хотела ответить меня спрашивали возможно ли восстановить поврежденные волосы поверьте я на своем опыте могу сказать невозможно к сожалению невозможно вот у меня мои волосы перхани он ушатся жутко но это ладно сейчас с ухода мотора флюида не выглядит но намного лучше на мой взгляд по крайней мере и вот концы то есть у меня где-то ну половина моей длины это поврежденные волосы и видите они обламываются то есть вот эта длина она у меня становится все тоньше и тоньше и к сожалению это никак не исправить это нужно обрезать я об этом знаю но я пока что не хочу обрезать волосы свои поэтому я использую вот днем на кончики наношу каждый день наношу вот такое масло если у вас волосы не поврежденные то каждый день не нужно носить просто мои впитывают все просто плюс они сами по себе еще пористые от улин кристалла света не его так какое-либо другое не скажу что мне супер нравится волосы не восстанавливать посеченные кончики не убирать делать просто визуальный эффект блестящих волос я буквально чуть-чуть вдавливаю распределяю и наношу именно вот на эти концы плюс на сам хвост чтобы убрать эту пушистость хвоста вот а так укладки я не делаю по причине как раз таки того что волосы у меня поврежденные и каждый раз когда я с ними что-то делаю у меня потом они начинают ломаться и я не хочу этого я сейчас стараюсь их привести в хороший вид потом постепенно срезать все то что у меня вот в таком состоянии непонятным плюс у меня там 50 челок которые я отращиваю каждую весну у меня почему-то такая история что я хочу чтобы мне с собой сделать поэтому обрежу челку но я не вот такую стригу челка вот так на бок на один или как-то ну такую красивую типа но ее нужно укладывать я этого не делаю поэтому по итогу хожу вот так в общем вот такой вот у меня получился макияж я надеюсь вам понравилось такое видео она была для вас интересным не забывайте подписываться на мой канал если вы еще не подписаны ставьте пальчики вверх оставляйте свои комментарии всех люблю целую и до новых встреч